Эта техника должна быть в музее, но россияне штурмуют на ней позиции ВСУ. Когда 70-летний российский БТР-50 атакует украинские войска, это плохая новость для всей российской машины, пишет издание Forbes. БТР-50 – самая старая машина, которую российская армия отправила в прямое наступление в Украине. Отмечается, что Кремль начал снимать БТР-50 с открытого хранения в начале 2023 года. Тралы со старыми БТРами заметили на временно оккупированных территориях Украины. И это свидетельствует о том, что дела у армии РФ плохи. Из-за огромных потерь в технике россияне начали бросать в штурмы и китайские гольфкары еще осенью 2023 года. Эти тележки Шойгу показал Путину во время визита в Ростов-на-Дону. Их применяют оккупанты для доставки пехоты вместо защищенных БМП. Военные аналитики уже окрестили тележки для гольфа гробами на колесах. А уже к апрелю 2024 года армия Путина докатилась до штурмов на мотоциклах. Видео таких атак появились в сети. Более того, у России начались проблемы с поставками оружия от Ирана. Об этом сообщает телеграм-канал Кремлевская табакерка со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Согласно инсайду силового ведомства, иранская сторона приостановила поставки в связи с гибелью президента Рейси. Ил-76 с вооружением не вылетел из этой страны в ожидаемое время. В Минобороны РФ надеются, что после церемонии прощания с Рейси и другими погибшими высокопоставленными чиновниками, Иран возобновит поставки вооружения в РФ согласно достигнутым ранее соглашениям.